Будете говорить или сразу убежите? А что, конечно будем говорить, ты что проповедуешься? Тогда не спешите, уходите, чтобы не ругались. Мы пришли сюда, чтобы возвестить радостную весть, которую дал Господь Бог, что за наши грехи, воплотившиеся, воплоти пришедшие через Деву Марии Иисус Христос, умер за грехи людей, за каждого из нас. И воскрес для нашего оправдания. Живущий во Христе, он всегда может показать, как идет жизнь. Живущий без Бога, всегда только вниз. Плохо слышно, вы поближе к микрофону, пожалуйста. Тебе такой вопрос, ты можешь организовать амнистию в этом году? Я не все понял. Вас интересует, что город, где я нахожусь? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81 год. Как дела? Как дела? Не моя жизнь, не мои дела вам век не нужны. Это так просто. Вы можете сказать, чем мы можем быть полезны друг другу. Коротенькая встреча. Как дела? Как зовут? Ну я сейчас скажу, зовут меня Бегемот. Мы пришли сюда, в это место разврата и заблуждений, со Словом Божьим. Библию я вижу. Великое дело сегодня делается. Грешники делаются праведниками. Когда принимает Иисуса Христа, который умер за них. Иисус Христос понес грехи всего мира и каждого из нас. И зовет к покаянию воскресший Спаситель мира. А рулетка – это самое гнойное, самое богопротивное место. Одно блудодеяние. Содом и Гоморра. И вот здесь пришли православные христиане, проповедники, чтобы людям рассказать о том, что делающие такие дела достойны смерти. И будут гореть в огне, в геене огненной вместе с дьяволом, если не покаются. А принявшие Христа, живущие по Его святым заповедям, им обещано Царство Небесное. Господь говорит, считаем мы 25 глава Евангелия от Матфея. Придите, возлюбленные, в Царство Мое, которое я уготовил для вас прежде созидание мира. – Я тут грехами не занимаюсь. Я просто для общения. – Да тут общаться не с кем. Может быть, вы тут сидели, чтобы нам встретиться. Тут не с кем общаться. – Нет, есть адекватные люди, такие же, как я. Я нахожусь на работе, и скучно. Нужно пообщаться. И чисто идет общение, не более того. Всех этих грешников вообще отматываю и ничем таким не занимаюсь. – На 150 человек примерно один, с кем можно заговорить. И, например, на 500 человек, которые не заматерятся и не пьют ничего в это время. Я вам статистику дам. Половина людей голые лежат здесь до пояса или, ну, по крайней мере, до торс. И процентов 90 мусульмане. Это мусульманский счет. Почему? Самое блудливое все сюда собралось. – Согласен с вами. Но я же ищу именно тех людей, которые не голые, не противцы. – Ну, вот вы нашли. Давайте вопрос поставим. Чем мы можем быть полезны друг для друга? Я православный христианин, проповедник, миссионер. Несу благую весть. Отвечая на все вопросы студентам, где занятия в пяти университетах, я могу вам ответить, дать наши ресурсы, огромные ресурсы, равных которых нету в интернет-сети. Вот, допустим, у меня канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Легко найти. В нем 17 600 роликов наших. 17 тысяч! Если я скажу через Google, найдите наш сайт «Во свете Библии», вы там найдете сокровище, которое вам хватит на всю жизнь. Там только 50 книг, моим голосом насчитанное, при советской власти еще. Мы живем для Бога. И вам будет настолько интересно. Там я отвечаю на 4124 вопроса. В милиции, по радио. Я три программы регулярно вел. Вам будет очень интересно. Хорошо, я обязательно зайду. Называется везде «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Запишите. Сейчас запишу. «Во свете Библии» канал впереди поставить. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А если просто зарядите в скайп Игнатий Лапкин, я один на всей мировой сети. С таким именем, фамилией. И там я могу скинуть все наши данные. И Игнатий Лапкин. Все, спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. А мы говорим не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. О, видите как, это пожелание. А спасибо, это пустой звук. И вот у вас, может быть, будут вопросы, появится желание встретиться. В скайп зайдите, Игнатий Лапкин, вы сразу на меня выйдете. Хорошо. В моем мире, допустим, Мейл.ру, у меня 24 тысячи наших фотографий. Мы строим православную деревню с нуля. Вы увидите, как детей воспитывают. Я начальник детского лагеря, уже 48 лет практически. Без помощи государства. Я нигде не получаю ни копейки, не считая пенсии. Пенсия за 35 лет трудового стажа, по трудовой книжке, мне назначено 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Ужас. Есть о чем молиться? Есть. Спасибо вам большое. Храни вас Господь. Как вас звать-то? Максим. Максим. То есть вы по высшей шкале все должны делать. Максимум брать. Пусть вас Господь благословит, чтобы вы свое имя оправдали. С Богом. Благодарю вас. Аллилуйя. Примерно 3,5 миллиона беспризорных детей. Я не оспариваю. Я только спрашиваю, а что вы сделали, чтобы этого не было? А что ты сделаешь? Ну дети бегут из домов. Я еще раз говорю, у нас лозунг висит, Россия должна встать. В детском лагере. Мне Бог позволил создать детский лагерь. Единственная на всю страну и может на весь мир. Особый порядок. Встаем в 5 утра. Гимнастика. Молитва. Купание. На лошадях. На лодках умеют править. Подоить даже корову стряпать. Все должны уметь. При играх мальчик не имеет права к девочке пальцем прикоснуться. Соломудренное новое поколение. Точно так и девочки. Она снимает фильм. Он занимает первое место на международном киноконкурсе. Это на нашем сайте. Он называется «Во свете Библии». Второй фильм снимает о моей биографии. Златоус из Потеряевки. Первое место в России. А я ничего не знаю. Повторяю, у меня нет гуманитарного духовного образования. То есть ты можешь пойти и делать то же самое. А до государства 21 тысячи сел кормились с земли полностью разрушены. Получили статус. С нуля строим православную деревню. Где разговор первый ведем, когда докажешь, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И что? 28 лет. Первым делом храм построили. За свой счет. Школу государственную. За свой счет. Дороги делаем. За свой счет. Пруды восстановили, зарыбили. За свой счет. Работы никакой нету. А как? Скотина. Один фермер, у него немного земли, 430 гектар. Но он еще уже второй склад построил. Гречка, пшеница, ячмень, горох, лен. Он кормит. И в любом вопросе народ неграмотный там, неграмотный. Я иду и преподаю в пяти университетах сразу. В 13 школах. Во всех пяти отделах милиции Барнаула, в городском и краевом УВД. Во всех воинских частях, заводах и пабриках. И три радиопрограммы. Еженедельно. А одна программа воскресная онлайн, как говорят. Прямым эфиром. А один человек, так я ничего не знаю, нет образования. Бог и ревность. Дух святой побудит тебя это сделать. А вы о себе рассказываете. Через меня дверь открывается. Я незваный, негаданный, неизвестный. В библиотеку приезжаю. А кто ты такой? Я должен в течение 10 минут вызвать доверие к себе и к книгам, которые написаны. Это 38 томов. Это чего-то стоит. Один комплект, это 750 евро. Каждая книга 752 страницы. Это не брошюрки. В каждой странице 64 страницы цветных фотографий. Овсетная бумага. Намелованные фотографии. Да как где деньги берете? Бог. Главный корень богатый. Люди узнают и сами жертвуют. Но ко мне не пристал ни один рубль. Ни один. Понимаете, все, когда вы зайдете и будете считать в книгах, скажете, неужели в наше время Бог это делает? Бог живой. К нему обращаемся. Я просил. Вот сейчас, сегодняшний день. Это как чудо. Господи, я захожу в это место разврата, гнусности, гноя, сквернословия. Дай добрых людей, чтобы дать знать. Я нахожу на вас. Это не просто встреча, а откровение Божье. Нам на молитву пора. Да вы что? Богу. Мы для Бога идем и страдаем. Мы нужны друг другу все. Мы начинаем когда говорить. У нас другая вера. Я говорю, какая вера твоя? Я говорю, твоя вера? Твоя. Я говорю, считай, что написано. Я говорю, я мусульманин. Я говорю, мусульманин это человек. Человек. Поэтому тебя тоже Бог будет судить за злые дела. У вас тоже написано. Уважение к старшим. Хранение семьи. Все написано. Я занимаюсь этой книгой. Не один год. И поэтому говорю, по рождению, по Адаму мы братья родные. Правильно, правильно. Вот мы в миссионерской поездке ездили. Мы ночевали в Баку в доме Мулы. Мула это у вас как священник. У нас сохранились записи прекрасные. Я восхищаюсь, какие они грамотные люди. Он разговаривает на шести языках. А жена на четырех. Я у православных ни одного такого не встречал. То есть у них очень высокий уровень образования. А в другом вопросе никуда не годится. Вот эта щадрулетка, это просто мусульманская рулетка разврата. И она им понравилась. Я говорю, а зачем вы здесь? Поговорить. Я говорю, ты кого обмануть хочешь? Там мне 81 год. А зачем я здесь? Я говорю, тебе дома разрешается иметь четыре жены. Правильно. Я говорю, за каждую колым платить надо. Ну да. А тут 44, даром, голые. И вы поэтому южные жеребцы пашите на наших северных кобылах. Захохотали. Не хохочи. А то заразишься. Правильно. Правильно я сказал. А вы откуда, дед? С кухни, с кухни. Я вам ответил. Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. 81 год идет у меня. Я все сказал. Ничего не таюсь. А то прячутся пол... Пол глаза видать только все. Или вот так вот показано внизу. Здесь все прячутся. Я говорю, ты что, от алиментов прячешься? Надо жить даже в бедности. Красиво и интересно. Правильно. А как вы зашли сюда, дед? Извините за такой вопрос. У меня близкий знакомый был из Краснодара. Козлов Сергей Георгиевич. Он 30 лет купался. Прыгнул, а там бревно проплывало. И он ударился головой. 20 минут был под водой. И никто его не хватился. А когда вытащили, он мертвый. А потом стали делать ему... Воду с него выкащат. И перерезали весь этот нервный столб. И он лежал 30 лет парализованный. И перед смертью он зашел в чатрулетку. И тут была у него беседа с мусульманами. Я посмотрел. Важное дело. Я стал молиться. Господи, дай мне талант Сергея этого. И зашел сюда. И у меня уже здесь больше тысячи встреч. Больше тысячи... Вы можете на будущее сказать? Я вот за тем пришли, чтобы людям рассказать о Боге. Ответить на их вопросы. Я говорю, смотрите. Здесь... Сейчас, подождите, я отвечу. Здесь женщины титьками трясутся. Мужчин за половые органы держат, лижат. Пу, срамота. Я говорю, здесь ни одной мусульманки нету. И не будет никогда. Почему? Они берегут своих жен мусульмане. А вы хуже скотины здесь. Но сами они блудные здесь торчат. Здесь процентов 90 мусульман. Я хочу сказать, вы можете на будущее что-то нам привидеть? Ему? Мне. На будущее что? Ну, на мою личную жизнь, например. Так, пиши два слова, скажу быстро. А то вы сейчас уйдете. Вы выключаете, сразу убегаете. Только я перекрестился, как демоны все исчезнут. Запиши два слова. Мой адрес. Запиши. Запиши два слова. Два. Вот вы все как окостенели. Ну, запиши. Пиши. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Это я. Вы в скайпе меня найдете. Я скину все ресурсы и отвечу на все вопросы. Я отмечаю студентам на моем сайте, студентам в университетах. На 4 тысячи. Это бесплатно? Бесплатно. Все бесплатно. 4 124 вопроса отмечаю. Это политика, экономика, социология, религия, ислам, иудаизм, православие. Любой вопрос. Я 57 лет работаю здесь. Все это бесплатно. Я начальник детского лагеря, 48 лет. Ко мне привозят верующих разных, мусульман. Лучше нашел... Вы можете ответить на мой вопрос? Давайте. У меня в семье делась беда. Моей семье не хватает одного близкого человека. Давайте. Вернется ли он в ближайшее время? Я не выражаю. Вернется или не вернется. Вы сами себе задайте вопрос. Нужен ли он вам, этот человек? Нужен. Это мама моя. Я говорю, нужен ли вы сначала... А чтобы узнать, нужен, вы 4 вопроса задайте. Чтобы тот вопрос разрешился. Первое. Что я ищу в этом ответе? Земного или небесного? Временного или вечного? Второй вопрос. Что об этом говорит Святая Библия? Третье. Что говорит совесть моя? И четвертое. Не будет ли это соблазном для других? И тогда делай. А маму... Это моя мама. Вы ее ищите. Почему она потерялась? У нас у моей мамы было 10 ребятишек. 10. И она с нами была. Можете еще раз? Да, пожалуйста. Это моя мама. Я еще раз сказал. Максим Горький говорит так. Для матери свари. В пригоршне. На огне. И тогда будешь должен. И дальше говорит. Без молока матери нет ни поэта, ни героя. Запомни это. И в Библии написано. Проклят злословящий отца и мать. Смерть умрет. И дальше благословенно счетущий отца и мать. Найди ее. Почти. Что мы Бога просим? Это, как сказать, сбывается или нет? Сбывается. Если Богу нужно. Вот заметьте. Исаак женился, когда на Ревекке. Ну, у вас тоже эти герои есть там в вашей книге. И вот жена неплодна не родит. И он молится год, два, девятнадцать. И он ее любит. А в двадцатый год она начала двойню родила. Когда нужно, Бог сделает. Ладно. Спасибо большое. Спасибо тебе. Так, заходите по скайпу. Я вам скину ресурс. Вот у меня ютуб здесь. Называется канал. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Семнадцать тысяч шестьсот роликов наших. Понял. С Богом. А в Инстаграме нет у тебя. Так, что говорит? В Инстаграме нет у тебя. Есть, есть там. Но только там занимается администрация. Я там не бываю. Есть, в Инстаграме есть. Твиттеры, в Фейстбуке, там ВКонтакте, Одноклассники. У нас везде есть ресурсы. Как в Ютубе вас найти? Игнатий Лапкин. Ютуб называется канал во свете Библии. Во свете Библии. Да. Я разбираю там Коран. Один том. У меня тридцать восемь томов книг вышло. Один посвящен Корану. Я разбираю его во свете Библии. Все сура и аяты. Не нападаю, ничего. Сравнения делаю. И что 1300 лет о мусульманах было великими людьми сказано. Да, я вижу вас, вижу. Да. И вы там можете задать вопрос, но только не забудьте где, чтобы я мог вам ответить. У меня очень много в друзьях мусульман. Там подписка-то небольшая, 43 тысячи, а просмотров 43 миллиона. А вам за это деньги платят? Не платят. Мы не берем ни копейки, потому что сейчас будет реформа. А у меня очень большой ресурс, 17 600 роликов. И нас могут приструнить. Поэтому, что там реклама идет, это мы все, они все забирают, видимо, сами. Я не знаю. А вы болезни лечите каким-то, как вы? Так, мне... Вот, слушай внимательно. Когда в прошлые годы советская власть была, мне Бог позволил 50 книг начитать. Библию, Златоуста. И начитал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. И брал интервью репрессированных. И написал стихотворение против Ленина. А в стихах у меня 4 тома по 800 страниц. И меня... Я только в 87-м году освободился. Пять тюрем за плечами и лагерь. Сидел с мусульманами. За что он теперь идет, извините за вопрос? Я сидел в Жанатасе, город Джамбул, Казахская ССР. А мне... За что? За что? За слово Божие. Это была статья 193. РСФСР. Распространение заведомо ложных измышлений порощащих общественный государственный строй Советского Союза. То есть я говорю, Ленин – бандит. Как они могут терпеть? Это убийца был. Мы пожить им делали. Понял, понял. Ладно, дед. Спасибо большое. Счастливо. И вам всего хорошего желаю. С Богом. Всего доброго вам. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok